Здравствуйте! В эфире «Цифры и факты». Меня зовут Наталья Волынец. Сегодня я расскажу о наших доходах. С 1 мая 2020 года в Беларуси в очередной раз увеличился бюджет прожиточного минимума. Теперь в среднем на душу населения эта сумма составляет 246 рублей 78 копеек. Что же такое бюджет прожиточного минимума? Прежде всего, это стоимостная величина минимального набора материальных благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а также позволяющие ему производить обязательные социальные платежи, например, оплачивать коммунальные услуги. Кроме того, бюджет прожиточного минимума является базовой величиной для определения всех социальных выплат, пособий, связанных с рождением и воспитанием детей, минимальных пособий по временной нетрудоспособности, социальных пенсий и других подобных выплат. Необходимо отметить, что размеры минимальных потребительских бюджетов в нашей стране несколько отличаются для разных категорий граждан. Например, бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 275 рублей 48 копеек, для пенсионеров 187 рублей 22 копейки, для студентов 237 рублей 30 копеек, для детей в зависимости от возраста от 158 до 217 рублей. Бюджет прожиточного минимума по международным стандартам является индикатором уровня жизни. Общепринято, что если доходы населения устанавливаются ниже его уровня, это значит, что данные категории граждан находятся за чертой бедности. В прошлом году, по данным Белстата, в Беларуси 5% всего населения страны имели среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. В абсолютных цифрах за чертой бедности в 2019 году в Беларуси находилось около 292 тысяч горожан и 168 тысяч сельчан. Справедливости ради, надо сказать, что доля населения, находящегося за чертой бедности, по данным официальной статистики, оказалась самой низкой в нашей стране за последние 4 года. Например, в 2017 году таких граждан у нас было больше почти на 1%. В сельской местности доля малообеспеченных граждан среди населения в два раза больше, чем в городах. Если за чертой бедности в прошлом году находилось 4% городского населения, то сельского – 8%. Если пройтись по регионам, то выше всего уровень малообеспеченности населения в Брестской области – 6,9%. Следом расположились Гомельская область – 6,7%, Витебская – 6,5% и Могилевская – 6,4%. В Минской области этот показатель составляет 3,9%, Гродненской – 3,7%, а в самом городе Минске – 0,9%. Если прожиточный минимум – это один из способов определения бедности, то попробуем определить уровень потребления, который население, по мнению специалистов, пересекает и из бедных попадает в разряд среднестатистических белорусов. В прошлом году на свой бюджет прожиточного минимума белорус трудоспособного возраста мог позволить себе набор продуктов – хлеб, молоко, сыр, яйца, мясо, овощи и фрукты – в объемах вполне достаточных для поддержания жизнедеятельности. И на это у него ушло бы чуть более той суммы, которая составляла бюджет прожиточного минимума – примерно 51% от нее. На оставшиеся от бюджета прожиточного минимума средства среднестатистический белорус мог себе позволить оплату за коммунальные услуги из расчета 20 квадратных метров, оплату за интернет из расчета 1,4 тарифа и мобильную связь при разговорах 5 минут в день. На это ушло бы еще 18% его дохода. Примерно 20% желательно отложить на одежду. Ну и не будем забывать про развлечения. Например, на оставшиеся 12% среднестатистический белорус может сходить в кино, театр или потратить деньги на другие развлечения по своему усмотрению. Итак, белорусы, живущие на бюджет прожиточного минимума, не голодают, но позволить себе приобретение квартиры, машины, сложной бытовой техники и других благ цивилизации явно не могут. Но не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Мы уже говорили, что бюджет прожиточного минимума – это международный индикатор уровня жизни населения. По мнению Всемирного банка, крайняя нищета – это жизнь меньше, чем на 1 доллар 90 центов в день. Наш бюджет прожиточного минимума почти вдвое больше. Бедность для стран с доходом населения ниже среднего, а Беларусь относится именно к таким, наступает, если человек живет меньше, чем на 3 доллара 20 центов в день. Мы пока вписываемся в эти рамки. Это были «Цифры и факты» с Натальей Волынец. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»